Здравствуйте! В эфире постшоу программы «Седьмой дозор», где мы расскажем о том, как сложилась судьба наших героев после выхода программы в эфир. А также рассмотрим основные проблемы, связанные с защитой прав детей. И сегодня в эту студию мы пригласили героев 60-й программы «Седьмой дозор», которая выходила в эфир в сентябре 2016 года. Знакомьтесь, это сироты Илья и Катя Волковы. Здравствуйте, ребята! А также Саша Гуркина и новая мама этих всех замечательных детей Алина Стеценко. Добрый день! Спасибо, что пришли в нашу студию. И я хочу в самом начале напомнить, какой мы увидели эту семью около полугода назад, когда приехали к ним в дачное. Песню о том, что у каждого ребенка должна быть мама, десятилетняя Александра Гуркина написала вместе со своей приемной матерью Алиной. В основу произведения легла история самой Саши, которую биологическая мать в детстве бросила. Сегодня девочка участвует в разных телевизионных конкурсах, занимается у лучших преподавателей и снимается в клипах. А еще всего лишь четыре года назад жители центра Одессы знали эту милую, голубоглазую девочку, как малолетнюю попрошайку и обитательницу подвалов. Саша жила в приюте на улице Терешковой. Однажды в приют пришла будущая приемная мама девочки. Их взгляды пересеклись, и стало ясно, они нашли друг друга. Мне подарили куклу, там были платья всякие. Я ни с кем не делилась. Я, конечно, хоть и не жадная, но тогда мне не хотелось просто давать. Мы не выбирали ребенка, нет. Ну вот, посмотрели, и все. Это уже было наше. Сейчас Саша круглая отличница. И помимо школы у нее еще множество увлечений. Новая мама помогает ей во всем. Все. В тетради записала, чтобы, не дай бог, это не забыть. Потому что есть еще Илюша и Катюша. То есть они так же дети занимаются. Илюша и Катюша – это еще двое приемных детей в семье. Они появились в доме и душе Алины сразу после Саши. Их история не менее трагичная. Народились мы в городе, у нас была квартира. Потом уже мы собрались, мне там было где-то 4 года, где-то так, и мы приехали жить в Беляевку. После переезда жизнь семьи кардинально изменилась. Родители начали пить. И бывало, их шли на работу, куда-то к друзьям заседали, и они приходили часто домой. И получается, Катю я оставлял дома, она там сиделась и игралась, а я уже ходил по той же работе. Когда папа с мамой уходил, дома ничего не было кушать, он даже зарабатывал нам и кормил нас. Он даже хавал, накапливал деньги, хавал, но мама их находила и забирала себе. Илюшка рыбу ловил с 9 лет, чтобы Катю отправить в школу. Для того, чтобы взять опекунство над этими детьми, ей пришлось пройти много кабинетов, собрать десятки справок. Она уверена, что если бы изменились некоторые условия и инструкции чиновников, семей, где бы воспитывались сироты, было бы больше. Итак, мы посмотрели этот краткий репортаж о том, именно такую семью мы встретили в сентябре 2016 года. И у меня первый вопрос, Сашенька, как учеба? Все же, как и было, хорошо. Хорошо, таблицу умножения уже хорошо знаешь? Да. Потому что мы тогда немножко шутили, задавали друг другу разные вопросы. А помимо школы, вот в сюжете говорится о том, что ты увлекаешься чем-то, занимаешься. Куда ты ходишь? На актерское с Катей, на вокал, на пианино и дополнительно на английский. Алина, скажите, пожалуйста, тяжело ли заниматься с такой девочкой? Она столько занятий перечислила. Это же, наверное, занимает много времени. На самом деле, да, времени занимает много, но дети все знают. И знают, когда им надо по времени, куда идти, куда спешить, когда прийти. Мы все это вместе, дружно с семьей. Боремся с этим трудом, потому что на самом деле нелегко. Ну, стараемся. Получается. Вообще, тяжело быть опеку на ум, если так говорить? Или это то же самое, что простой родитель? Нет, ну это обычный родитель. Ты делаешь детям то, у нее есть желание, а мы помогаем. То есть это было и со всеми детьми. Кто хочет заниматься, мы это делаем. Хотят детки, мы занимаемся. Я хотел, Саш, такой вопрос задать. Ты же сколько находишься в семье у Алины? Ну, где-то пять лет. Пять лет. А ты помнишь, что с тобой было до того, как ты оказалась в этой семье? Ну, что-то помню. Ну, большинство нет. Ты помнишь, при каких условиях тебя забрали в приют? Почему ты оказалась в приюте и как вы встретились с Алиной? Ну, я помню. Я просто гуляла по улице и ко мне подъехала машина. Я была еще маленькая, ничего не понимала и села туда даже, ну, не задумав. Алина, вы знаете эту историю, да? Вы же знаете замечательную историю. Что произошло с Сашей? Почему она оказалась приюте? Как бы я историю знаю со слов работников детского дома, что ребенок действительно гулял по улице. Она была предназначена сама себе. Вот, и работники милиции ее забрали и доставили. У нее были родители? Да. Родители у нее были, папа, который, он со слов был папа, но он не записан биологически. Но на самом деле он папа-мама. Папа умер уже полтора года назад. Вот Саша, как и говорила раньше, на нем очень хорошо отзывалась. Но так как он по возрасту был уже и болел, и не тот возраст, что он не мог дать. Допустим, даже того, он не мог воспитывать ребенка, потому что по возрасту было тяжело. У меня вопрос. Здесь присутствует президент фонда благотворительного «Золотой ангел» Татьяна Федорова. Татьяна, как в основном складывается, вот по вашему опыту вы работаете с детьми, как в основном складывается судьба детей, которые попадают в государственные приюты дальше, если у них не находится опека? Ну, судьба детей, которым не находится опека, слаживается очень сложно. Я хочу сказать, я знаю одного человека, который не попал под опеку и прожил всю жизнь в разных учебных заведениях государственных, где, выйдя оттуда, он не знал, как и куда себя деть. И на сегодняшний день хотелось бы, конечно, увидеть снова его, ну, так говорится, проследить его путь жизни, но, к сожалению, это невозможно, потому что ребенок сирота, и контакты с ним наладить просто невозможно, нету через кого. Дети, которые остаются сиротами в дальнейшем, выходя из государственных учреждений, они остаются как практически сам с собой наедине со своим сиротством. И где-то кто-то, конечно, пожалеет, даст кусочек хлеба, какую-то одежду, но, как правило, очень много у них возникает потом юридических вопросов, которые они сами не в силах себе предоставить и получить, потому что вы же понимаете, что в нашем государстве сейчас все платно. У нас здесь присутствует профессионал в этой системе, начальник Беляевской службы, вы очень хорошо знаете семью, потому что, как бы, вы смотрите за тем, как соблюдаются права детей, в том числе и в этой семье. Ваш опыт что говорит? Что лучше? Да, у нас часто учили, что интернат – это один из способов, один из лучших способов решения проблемы с защитой прав детей, которые оказываются признанными сиротами. Однозначно нет. Однозначно, естественно, семейные формы воспитания – это приоритет, это то, что действительно детям нужно. Интернат не даст того тепла, не даст того воспитания, которое дадут родители, то есть дома. Я это говорю с уверенностью. У меня мать с детдома прошла. Трудный путь по жизни – детдом, интернат и так далее. Поэтому как-то по ее рассказам понимаю, что это далеко не то. И в 15 лет она осталась один на один сама с собой. Вот так вот. Но смотрите, существует же ситуация, когда, например, Илья и Катя, у них немножко другая история. Я опять же хочу спросить наших ребят. Илья, действительно, с 9 лет ты пошел работать? Да, с 9 лет мне приходилось ходить на работу. А что это было за работа? Ну, вот на рыбалку ходил, занимался таким. Ходил по, можно сказать, огородам. Ходил по огородам, помогал копать? Да, помогал копать огороды, на поля собирать урожай. Сколько платили? Ну, где, как там. Получалось. А зачем нужны были деньги? Ну, чтобы за школу тоже надо было как-то платить, чтобы они выгнали, чтобы учиться. У нас за школу, оказывается, платят, ребенок говорит. За школу не платят. Илья не только учился, но, действительно, то, что он рассказывает, так оно и было. И знакомство наше с ним произошло как раз на рыбалке. Ты помнишь хорошо. Когда ситуация со школы была информация о том, что ребенок пропускает занятия. Мы выехали, естественно, условия ужасные, вопросов нет. Катюшу мы дома застали, она в школу ходила. Что у них произошло? Давайте спросим у детей. Катя, почему, что у вас дома происходило, почему Илье надо было работать? Ну, папа просто, ну, у него отказали ноги, он лежал на кровати и не мог просто встать. Кушать он отказывался, а мама уходила либо работать, или куда я там точно не знаю. То есть долгое время дети как бы были сами по себе выжили? Да. Вот поэтому и вопрос к службе. Вы его случайно встретили, Илью, на рыбалке? Я в службе с 13-го года, с декабря 2013-го года. Вот тогда, когда в 14-м году вот эта информация прошла со школы о том, что пропускают занятия, отца их уже не было в живых, была только мать. Действительно, мать ведет, ну, скажем так, аморальный образ жизни. Это не обсуждается и ребенок старший. Вот Илья, он ходил на рыбалку, он зарабатывал эти деньги с помощью рыбы, он ее продавал, покупал эти продукты, и вот для того, чтобы они с сестрой могли что-то поесть. Ну, вы говорите школа. Неужели, ну, я понимаю, у вас в службе, сколько людей на Беляевский район? На Беляевский район должно быть 12, работает 7. То есть 7 человек на достаточно большой. Сколько жителей в Беляеве? 24 тысячи детей. 24 тысячи детей, и у нас 7 сотрудников службы. На сегодняшний день. То есть здесь единственное, это обратиться к общественности, чтобы, да, о таких случаях сообщал. Потому что это же не дело, когда... Сколько лет пришлось вот так вот ходить на рыбалку и зарабатывать для дома? Ну, с 9 лет это... Потом мы попали в приют. Ну, год-два. Где-то год-два дети, получается... И это на глазах у всей общественности. Соседи, опять же, никто не отреагировал. Только школа. Вот школа, и опять же, только пропуски занятий со стороны Ильи. У нас здесь присутствует... Хочу познакомить Татьяна Бодня, религиональный координатор организации «Надежда и жилье для детей». Татьяна, насколько я знаю, вы проводите разные исследования, связанные с детьми, сиросами. Действительно, вот так вот общество достаточно холодно относится к детям. То есть дети могут два года воспитываться сами по себе, и никто даже никуда не сообщит. Да, на сегодняшний день есть такая проблема. В интернатных учреждениях 80% детей — это родительские дети. Это дети из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. И, к сожалению, особенно в сельской местности соседи знают о проблеме, но не сообщают соответствующие органы. И вот это... И получается, что дети сами по себе, да, существуют службы, существуют, скажем, те же школы, существует общественность, но все заканчивается тем, что никто не знает, чем занимаются дети. Правильно я понимаю? Какой тогда путь? Что происходит дальше? Здесь очень важно в защите прав детей, чтобы это была комплексная защита. Каждый субъект — соседи, школа, больница, службы по делам детей, центры социальных служб — совместно работали и вырабатывали, как можно решить данную проблему. И очень важно сохранить семью, помочь семье. Знаете, когда говорят «надо, чтобы все объединились», вырабатывали... Я опять же возвращаюсь к профессионалу. Надо, надо, надо. Какой орган может за этим проследить? Есть служба, есть центр социальных служб для молодежи, есть опекунский совет, есть еще ряд организаций. Какой еще орган нужно создавать, чтобы мы видели, чем занимаются наши дети и следили за такой ситуацией? Да никакого. Согласно закону Украины про службу у справок детей, координатором этого всего является служба непосредственно. Это социальные работники, сельских советов на местах, это участковые инспектора. К сожалению, это бич, это боль, это проблема. Вот эти также семьи выявляются и с помощью участковых, однозначно. Как часто к вам участковые приходили и говорили о таких случаях? За мою практику ни одного. То есть участковые практически этой работой не занимаются? Практически, да. Кто еще не занимается этой работой, хотя должен? Нет, занимаются. Занимаются и криминальная милиция по делам детей также занимается. Но опять же, это когда поступает сигнал. Сигнал в основном, но сейчас как-то общественность больше проснулась. Вот и соседи, и люди, и медицина. Вот скажу, что да, частые поступают. Медики, наверное, потому что там идут выплаты на детей, и они как-то еще... Не потому что выплаты, они осуществляют патронат над новорожденными детками и так далее. Там же, опять же, прививки и все остальное по школе. И, естественно, они информируют службу. Хорошо. Итак, мы видим все-таки хорошую историю, потому что у ребят нашлась приемная... Хорошо жить с Алиной? Да. Я знаю, что у Алины есть автомобиль, и ты к нему все время ключи подыскиваешь, да? Уже в этом возрасте пытается водить машину. Вот, Катя, как твои успехи? Я знаю, что вам пришлось пропустить немножко школу вот эти два года. Наверстала? Да, потянулась там немножко. Где-то что-то упустила, но я пытаюсь догнать это все, и получается. Мне помогают мои одноклассники и учителя, и мама. Илья, ты уже определился, куда будешь поступать? Ну, еще не совсем, но да, есть предположение. И кем хочешь стать? Ну, может, пойду в мореходку. В мореходку потянет? Ну, он, если будет такой старательный, то потянет. У нас здесь сейчас, еще раз повторю, это положительный пример. Дети нашли вопрос, семья, их права защищены. Но у нас вот в студии присутствует Ольга, да? Олечка, я хотел узнать, давайте немножко пообщаемся, вашу проблему. Вы тоже ребенок-сирота? Вы у нас социальная сирота или биологическая? Ну, у меня мама лишена родительских прав. Социальная, правильно? После этого вы попали куда? После этого я попала в приют Тарутинский, потом в школу-интернат, и потом, ну, в эту, в Измаильскую, а потом в Котовскую школу-интернат. То есть, а почему так перебрасывали? Вот мне просто всегда интересно, почему бросают. Не знаю, не спрашивала, почему, но... Давайте у службы спросим. Почему? Вот я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда ребенок попадает в один приют, потом его переводят в один интернат, потом перебрасывают в другой, в третий. Что происходит? Ну, по поводу приюта, там есть определенное количество времени, где может... Да, это мы знаем, это порядка полугода можно находиться в приюте. Почему потом перебрасывают из интерната в интернат? Ну, вы знаете, я не скажу этого. У нас, допустим, что касается наших детей, в Забеляевку, я скажу с уверенностью, этого нет. Нет. Я просто... Почему? Потому что мне больше это напоминает, как заметают следы. Почему? Потому что сейчас Ольга объяснит. Оля, а чем закончилась вся история с вот этими переходами, что в результате с вашим жильем произошло? Ну, вот мне... Меня на квартирный учет, я даже не знаю, поставили или не поставили вообще. Я родила ребенка, и мне дали квартиру. Там, где я родилась, мне дали квартиру. Но она в аварийном состоянии, там, ну, жить невозможно. Там уже так все рассыпалось, что вообще боишься, что что-то когда-то тебе на голову упадет. Опять же спрошу у эксперта. Есть у нас программа по покупке жилья для детей-сирот. Как она реализована? Понятно, в Беляевке, наверное, хорошо. Хорошо реализована в Беляевке. Другие районы? Ну, судя по отчетности, по всем моментам, как начальники служб отчитывались, то, в принципе, она работает. Ну, вот у нас есть девочка, которая говорит о варийном... Тарутинский район. Тарутинский у вас, да? Арциский район. А, вы в Арциском районе? Ничего не могу сказать. Не могу сказать, почему в Арциском районе такие проблемы. Что касается нас, у нас этого нет. Хорошо. У нас присутствует юрист, член Совета адвокатов Одесской области, Денис Пономаренко. Денис, вот такая сложная ситуация. Дети, которые... Вот непонятно, что происходит с жильем, а потом государство им там предоставляет какое-то аварийное. Что можно посоветовать Ольге в этой ситуации? Ну, во-первых, Ольга сказала о том, что после того, как я родила ребенка, нам предоставили квартиру. А понимать, в качестве кого предоставлялась квартира. То есть, это исходит из позиции сиротства, что мы обсуждаем сегодня, либо это другая социальная помощь, которая тоже предусмотрена действующим законодательством. Олечка, вам предоставили в собственность жилье? Нет, они мне предоставили ее не в собственность, но прописали мне. Просто прописали в аварийном жилье. Вопрос, какая социальная помощь в связи с тем, что она была сиротой, либо в связи с тем, что у нее появился ребенок, и в связи с этим она стояла там на учете и получила такое жилье. Это первое. Но однозначно можно сказать, и утвердительно можно сказать, что предоставлять аварийное жилье прямо запрещено действующим законодательством Украины. Вопрос, как противодействовать таким вещам, и куда нужно обращаться, куда правильно обратиться для того, чтобы были все основания получить то жилье, на которое вы имеете право. В любом случае, это я бы рекомендовал при любых обстоятельствах, это обращаться в первую очередь к юристу, к адвокату. У нас сегодня действует система безоплатной правовой помощи, и она спонсируется государством, где адвокат с компенсацией от государства будет предоставлять эту помощь и будет разъяснять порядок обращения. Во-вторых, создается комиссия, если на сегодняшний день дом не признан аварийным, местные советы должны создать такую комиссию, и уже посредством участия этой комиссии определится, аварийный дом, либо нет, и соответствующие критерии, по которым дом определяется как аварийный. Если дом является аварийным, то должны дать временное жилье взамен этому и уже предоставить по возможности неаварийное жилье, которое в итоге вы сможете приватизировать и стать собственником этого жилья. Потому что, ну опять же, замечу, что нормы законодательства, связанные с жильем, предоставлением этого жилья, замены этого жилья настолько старые и устаревшие, что эти нормы еще идут с советского времени и фактически они не изменятся. То есть там можно крутить как хочешь, там можно нарисовать то, что за... Ну, объективно, социально-экономические отношения меняются, а законодательство в этой сфере остается старым. Это есть плохо. Но, с другой стороны, здесь есть уже выработанная годами, да, можно говорить, большими количествами лет практика применения и уже при обращении органов местного самоправления для предоставления временного жилья и в случае отказа уже будут основания для обращения с иском в суд. Почему? Потому что именно такую процедуру необходимо пройти для того, чтобы обратиться в суд, потому что пока не возник конфликт, нету спора, нету спора о праве. Я хочу обратить внимание, Оля, вы все время у вас был государственный опекун, правильно? Вы находились и в приюте, где государство, опекун и интернат, где директор интерната, государственный опекун и потом еще училище. И вот этот государственный опекун, по сути, как-то потерял эту квартиру. Алина, в связи с этим вопрос, как у нас с маленькими, вы смотрите за жильем, которое им принадлежит? Как бы сказать, нет. Я по правде вот эти все денежки, что получаю на детей, я оставляю половину для того, чтобы потом мы могли что-то им купить, чем-то их обеспечить, чтобы дети не вышли на дорогу. Я стараюсь... Как хорошо, когда есть опекун, который об этом подумает и, вероятнее всего, государственный опекун, у которого... Сколько у нас в интернате примерно детей в среднем получается? Вы имеете в виду... В одном. В одном интернате в среднем человек 300, да, детей? Где-то так. Где-то 300 детей. Понятно, что один директор интерната не может защитить все эти права. Опекунская семья, еще раз говорю, это как решение. Вот у меня еще вопрос к психологу нашему. Вы тоже работали с детьми. Какие дети лучше адаптируются к окружающей среде, скажем так, которые проходят вот интернатскую систему? Потому что я слышал, мысли такие в интернате, дисциплина, режим, дети как бы подготовленные или лучше в опекунской, где можно пойти погулять, когда захочешь? Ну, я бы сказала, что прежде всего в подготовленной опекунской семье. потому что, конечно, система интерната это страшная система и это травмированные дети. На самом деле, жутко, когда у тебя нет заботливого взрослого, кому ты нужен, где ты чей, кто ты, что ты, ты не знаешь. Ты находишься в определенных условиях, где есть стая, где есть очень тяжелые, страшные механизмы для выживания. И эти дети постоянно выживают. Если говорить про опекунские семьи, то очень много хороших семей, и которыми действительно восхищаешься, потому что такие люди, которые, вот как Алина, это, ну, дорогого стоит. Я вас познакомлю еще с одним замечательным человеком, он тоже в этой студии. С удовольствием познакомились. Он тоже опекун, мы как раз сидим. Да. Но я говорю, как есть, честное слово, что есть опекуны, которые не готовы к принятию детей в свои семьи. Есть и такое. Есть усыновление, которое действительно тоже некачественное. И я сейчас работаю с коллегой, мы работаем в организации Sunshine, мы подготавливаем родителей к родительству. Потому что дети с учреждений государственных, они травмированы. Это не тот же самый подход, который мы применяем как родители к нашим кровным детям. И есть опекунские семьи, которые, к сожалению, и физическое наказание применяют, и не понимают, почему ребенок таблицу умножения никак не может выучить. Да потому что у него травма, у него мозг абсолютно... Это действительно такое бывает? То есть даже опекунские семьи, которые вроде хорошо, да, мы забираем детей из приюта, но не все опекунские семьи могут справиться. Правильно? Это так. Я понял, да, существует эта проблема. Как ее решить? Как вы считаете, как профессионал? Потому что, еще раз говорю, у нас положительный пример перед глазами. А вот отрицательные. Были такие случаи, что пекунские семьи возвращали детей? Да, был такой случай. В моей практике был. Мы сами детей выучили с этой приемной семьи. Да, они были не готовы родители. Вот может это как раз и то, что вот эти подготовительные, скажем так, курсы, которые проводит областной центр, они всего лишь трехдневные. Три дня на то, чтобы получить рекомендацию. Алина, у вас какое образование? Среднетехническое. То есть не педагогическое? Нет. И вы за три дня прошли курсы и всему сразу научились? Нет, нет. Пришлось дополнительно, да, готовиться? Я как бы жизнь меня научила больше всего. Курсы что-то свое тоже дали. Но вы считаете, что надо чуть-чуть больше? Этого мало. Это действительно мало. За три дня практических, таких, теоретических занятий без практики, ну этого недостаточно. Это когда люди, допустим, воспитавшие уже детей, идут на то, чтобы создать приемную семью либо опекунскую и взять себе на воспитание деток, это одно дело. А когда вот сталкиваемся с тем, что, ну так случилось, что люди не имеют детей, но хотят отдать свое тепло, скажем, любовь вот деткам приемным, но это не получается вот у них потом. И вот это боль. Я еще, я не случайно сказал, что у нас в студии еще есть человек с опекунской, ну который создал не просто опекунскую, он даже создал детский будинок семейного типа, детский дом семейного типа. Игорь, добрый день. Добрый день. Давайте немножко пообщаемся, ваша история. Вы сами откуда родом? Мы сами родом из Луганска, но жили и ДБСТ, детский дом семейного типа, создали в Севастополе. В Севастополе. Вы переехали в Крым, и сколько у вас там детей было вот под опекой? Под опекой было сначала четыре ребенка, потом одна семья двоих хотела бросить, и нам предложили мы их приютить. То есть шестеро детей. Вы находились в Крыму до, насколько я знаю, до 2014 года. Почему покинули Крым? Ну, просто зеленые человечки. Захотели жить в Украине. Да, хотели жить в Украине, я знаю вашу историю, просто рассказываю всем остальным. И вы переехали на Западную Украину, насколько я знаю. это Хмельницкая область, где вы находились. Как вас там встретили? Мы туда приехали тоже ночью. Нас волонтеры среди ночи приехали на автобусе, два часа ехали, нас забрали, разместили в отеле, слава Богу. Все было замечательно. Просто мы восторгались Божьей милостью и добротой людей, которые все это сделали. И вот вы жили на Западной Украине, и, насколько я знаю, детям просто стало, здоровье, немножечко, хвойный лес и не то, да? Да. И вы переехали сюда, в Одесскую область. Сейчас мне нужен будет комментарий эксперта на эту тему. Итак, вы со своим ДБСТ, со своими детьми приезжаете сюда, к нам, Коминтерновский район. Что в результате получилось? И вот мы такие радостные встречи на Западной Украине. Приезжаем в нашу украинскую Одессу, и тут начался у нас переполох и шок. Детям было отказано в школе, в детском саду, а самое главное, было отказано в жизнеобеспечении. То есть мы два месяца практически были без всяких средств существования от государства, что нам обязаны сделать. Что произошло? Это государство сказало, что вы не справляетесь? Или просто кто-то не успел оформить документы? Просто-напросто нам объяснили, что вот нету той справочки, другой справочки нету. И два месяца шла эта вся... То есть пока вы не обратились в администрацию президента, вам, ну, не оформили эти все документы, какую сумму, по сути, государство вам не доплатило. Вот за эти все войны, которые велись между чиновниками и детьми, потому что это, по идее, была война против детей, около 45 тысяч гривен. 45 тысяч гривен. У меня вопрос к начальнику службы. Что может сделать человек, который оказался в ситуации... В Луганске ему, понятно, не вернуться, в Крым ему, понятно, не вернуться, он оказался в Одессе. Сейчас, слава богу, после включения администрации президента их оформили, то есть оформили опеку и все остальное, но два месяца 45 тысяч гривен как-то... Что делать? Я не могу понять вообще этой связки, почему, если человек проживал уже на территории Украины, это ДБСТ зарегистрировано официально, но на Западной Украине вы же получали эти выплаты? Так в чем, вообще, по сути, проблемы никакой. Вы выезжаете оттуда, снимаете... Да, да, мы знаем законодательство, но вот реальный пример. Вот два месяца... Что может сказать юрист на эту тему? Ну, у нас, наверное, такая, к сожалению, существует практика, возьмите справку относительно того, что справка вам нужна, и так может продолжаться очень много. Второй момент, это то, что органы бездействуют. И здесь, на самом деле, достаточно при жесткой позиции и при правильной позиции необходимо тут, конечно, разобраться в документах, просмотреть их, что за чем и шло, но либо это в случае положительном результате. Игорь, что вам говорят? Вам говорят, что время прошло, и вам эти деньги никто не вернет. Правильно я так помню? Ну, сначала нам с Киева постоянно звонили, что нам все выплатят, вы не беспокойтесь. И мы верили, ждали, ходили в Коминтерном, сейчас Лиманский район. Нам же ответили конкретно, что вот, распоряжение было в октябре, два месяца упущено, теперь мы ничего не можем сделать. Вот видите, у нас получается такая ситуация. С одной стороны, мы говорим, опекунские семьи замечательно, люди занимаются этим, с другой стороны, у нас попадаются чиновники, которые не вовремя оформляют, ставят на очередь на жилье, не вовремя оформляют, и мы теряем деньги. Что нужно сделать? Если вы позволите. Да. У нас есть такая тенденция, мы, к сожалению, приходим и говорим, а когда? Ну, вот завтра приходите, послезавтра. В этом случае на такой бюрократе надо действовать бюрократически. Есть заявление, и подали мы ее в письменной форме, но в другом экземпляре нам поставили штамп, и есть сроки на него ответа. Здесь уже нет вариантов завтра-послезавтра, здесь надо реагировать и за это заявление отчитаться. Этот механизм. И второй механизм, это судебный механизм. То есть есть два механизма. Административный, это путем обжалования вышестоящего, что в этом случае произошло и, возможно, произойдет далее. И вопрос судебного порядка. Если орган государственного не исполнил норму... Но можно судиться с государством? Можно? А вы знаете, что у нас происходит? У нас законодатель принимает норму, обязывает фонды, выплачивает, а фонды эту норму искажают сознательно, при этом имея практику высших судов, и пытаются до высшей инстанции судиться. То есть у нас таким образом не взаимодействуют органы законодательной власти с органом исполнительной власти, а иногда еще и судебной власти. И у нас получается вот такое кривое государство в вопросах защиты детей, что, на мой взгляд, очень страшно. Для меня еще больше страшно, что мы перечисляли, да, кто у нас смотрит за детьми. Служба, центр социальных служб молодежи, образование, медицина, участковый, и одновременно с этим мы видим несчастную Сашу, которая гуляла по улице, которую подбирает полиция, и ей приходится жить в приюте, и наших ребят, которых, ну, я думаю, можно было раньше, чем за два года увидеть. Алина, я так понимаю, как вы воспринимаете, что нужно сделать, вы как опекун, что нужно сделать, чтобы таких хороших, положительных примеров было больше и меньше было негативных примеров, когда опекунские семьи, например, отказываются от детей. Что нужно сделать в этой стране? Что нужно сделать? Прежде всего, я думаю, что вот эти, действительно, тренинги, которые проходят, они должны быть более, не трехдневные, это раз, обучение. кроме того, я считаю, я считаю, что, чтобы отдать детей в семью, эту семью надо просто, я не знаю, ну, в Беляевке проще им знать, кто, где, что и вообще, потому что действительно на человеке не видно. Я сначала очень сильно возмущалась, потом я и успокоилась. Возмущались чем? Возмущалась. Что ж, я вот, ну, я хожу, я не могла тоже долго взять ребенка, я нервничала, город мне не давал, я бегала туда-сюда, а потом, может быть, действительно, вот я, вот мальчик, который, мы говорили о том, что забрали, дали в семью, потом его вернули. Мы за этого ребенка, мы знали, Илюша знал, это его друг, я переболела вместе с этим. Может быть, надо больше общаться с этими родителями, потому что взять ребенка, ну, я считаю, это не просто так. Взять ребенка, чтобы взять его в семью, не все готовы, да, и есть такие люди, вроде бы, ну, вот, женщина самостоятельная, состоятельная взять ребенка и вернуть. Я не знаю, с этим очень тяжело, и как правильно это объяснить? Может быть, надо больше работать с этими людьми? Данечка, какое есть решение, что ваш фонд предлагает, по крайней мере, в этом вопросе? Еще, да, как говорит наша героиня, очень важно не только подобрать кандидата, но и помочь ему после. После того, как семья принимает ребенка, она сталкивается с множественными проблем. Как говорила Зоя, у детей есть определенные травмы. Родителю также надо знать об этих травмах и как выйти из любой ситуации. Поэтому, если будут создаваться центры поддержки семьи и детей, туда, где родители, как будущий родитель, как действующий родитель, сможет прийти и обратиться и получить своевременную, качественную помощь, это будет замечательно. Да, и, пожалуйста, наш психолог. Алина, спасибо, что вы проговорили. Я чувствую, что есть такое чувство вины, где-то такое глубокое, в связи с разустановлением. Я немножко не поняла. Это другая семья? А, это другая семья. Нет, это другая семья. Но так бывает, есть дети, к сожалению, которые в семье не смогут жить. Есть маленький процент. Геннадий, есть такие дети, которые не смогут в семье? Есть, к сожалению, есть. То есть, это уже взрослые дети, это дети, которым 15-16 лет, они уже, ну, реально просто не настроены в семью. Здесь, наверное, вопрос надо поднимать, не вопрос, как детей адаптировать к новым семьям, как не допустить, чтобы дети ушли с этих семей, чтобы их забрали. То есть, вопрос более социально глубокий, чем он есть. Это вопрос экономики, это вопрос взаимоотношений органов, это вопрос, опять же, исполнения нормы законодательства. Почему же ведь семьи распадаются, там, человек начинает выпивать? В связи с чем? В связи с какими-то экономическими проблемами. Почему соседи не реагируют на какие-то обстоятельства? Уже привычная ситуация. В селах привычная ситуация, потому что там нет работы, и люди, в принципе, выпают, ну и нормально. И поэтому никто никуда не обращается. Вот есть социальная проблема. И она глубже, и тут разрешать, предупредить эту ситуацию, чтобы она не возникала. И, возможно, социальный проект о предупреждении ситуации, чтобы семья не разрушилась, и дети не остались на улице. Это в итоге в детдомах. И вот в итоге мы не просматривали вопрос в такой аспекте, чтобы адаптировать к новым семьям, а не допускать распада старых. Но наша Алина без всех этих сложных координационных штук однажды просто приняла решение, и вот сегодня у вас двое своих уже старших дочерей, насколько я помню. Пятеро внуков. Пятеро внуков, и вот еще трое детей под опекой, которые замечательно живут, развиваются, ходят на специальные секции. Ну, кто-то ключи подбирает к машине, учится водить. То есть на этой позитивной ноте хотелось бы сегодня закончить программу и сказать, что да, быть опекуном это сложно, но никогда не нужно забывать, что результатом будут благодарные, хорошие такие, замечательные дети, которые получат замечательное детство. Это было пост-шоу седьмого дозора. Сейчас сразу в эфире будет следующая программа седьмой дозор, 82-й выпуск о том, как восьмилетний Тимофей старается всеми способами сделать так, чтобы мама, больная раком, побыстрее вернулась домой здоровой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok